почему-то слетела пожалуйста полемархоз говорит я же с пятью детьми нет не с пятью после пяти после пяти никаких других детей делать не хочу но еще давайте до конца ведь жизнь трудна и нелегко приносить до доставлять хлеб питание для детей да да абсолютно верно да смотрите мета мета с акузативом это после это мета с генитивом вместе так давайте кто-нибудь другой одно предложение маленькая анастасия так что-то про дочь есть у меня и моим и дочь и моя дочь да есть у меня еще и одна дочь играет роль свою да еще и одна дочь так еще одно вы же почитайте воде эти кайополис апокриноменос эго кайсюту ауто дюгон гелкомен о полемархе д д и айополис Насколько я поняла, апокрину – это отвечать? Да, это причастие отвечая, можно сказать, в ответ. В ответ говорит. Говорит. Я же и ты... Так, или тебя, или самого Дюгон. Дюгон – это дюгиз, да? Нет, дюгон, так и будет дюгон, да? Дюгон – это ермо. Это ермо. Ага. Это, кстати, слово «однокоренное», но обычно все об этом говорят всегда в этом месте, да, что это слово «однокоренное» с санскритским словом «йога». Насколько я знаю, я не знаю санскрит. Ермо. Ермо йога, да, то есть, ну да, то, что на лошадей надевается. Ага, ермо несем? Да, тащим, хелкумен. Ага, то есть и ты, и я, и я, и ты тоже самое ермо? Да, точно, именно так, да. Одно и то же ермо тащим. Так, давайте до конца абзаца, два предложения. Пожалуйста, Вячеслав. Значит, весь паси, наверное, всем жизнь тяжела есть. Да, для всех вообще, да. И немного зерна поле приносит. Да. Но каковы именно детей? Да, да. Тина, если тогда он пойду, аномата, аномата, дай. Ну, как заудите, получается, спрашивает. Да, отлично, да. Так, Эдуард, давайте два. Томен протоникобулус, онума, онума, эстин. Тоте, Дефтеро, Hierон. Тоте, Тритто, Миланипус. Тоте, Тетарто, Филотимус. Тоте, Пемпто, Тиагoras. Те, Демия, Тугатри, онума, эстин. Хэбе, Хэбе. Так, ну, первое, первый по имени Никабул есть. Да. Второй, Ерон, да, Ерон, наверное, как-то. Да, это все дативусы-посесивусы. Онома плюс дативус-посесивусы. Имя у первого Никабул, у второго имя Ерон, да. Да, у третьего Миланипус, у четвертого Филотимус, у пятого Диагорос. И, получается, есть единственная дочь по имени Хэба. Смотрите, да, да. У них, смотрите, имена какие-то говорящие, да? Никабулус, ну, видимо, желающий победы, да, получается. Да, Ерон священный какой-то, святой, да. Ну, вообще, странно, да, Ерон, да, священный. Миланипус. Смотрите, там слово гиппус есть, да? Еще слово мелас. Что это? Цвет, да, такой? Ну, какая-то, видимо, лошадь Милани... Я забыл, Милани, это Милан... Черная. Да-да-да, черная лошадь какая-то получается. Филотимия, это вроде даже такая добродетель. Не добродетель, как качество такое. Филотимия, это чистолюбие. Филотимус, чистолюбие. Ну, Диагорос, да. Что? Диагорос, гор, не знаю, где, это что у нас тут? Ну, а гора, это как бы площадь Диачерис. Ну, не знаю, вообще-то это имя обычное, вроде Диагор, да? Был такое имя, Диагор. Ну, а Феба, это Феба, да? Можно сказать, буквально потючево. Помнишь, потючево есть? Так, ну, ладно. Давайте дальше пойдем дальше. Евгений. Одно длинное предложение. До слова, Геннайд, пожалуйста. Нет, он диа, госхалипос истин губиос. Гемейзгар полюн хронун агатас гюнайкас дзетумен. До сюда или дальше? До точки, давайте по точке. Удээзгар булитай техно поэстай эк какэс гюнайкос. Нетун диа, кто знает, что такое нетун диа? Либо матун диа, два варианта есть. Ну, что-то, боже мой. Ну, да, клянусь зевсом, да. Ага, сейчас, мне только одно слово нужно перевести. Вот это зет, зету. Сейчас. Дзетумен. Гюнайка с Дзетумен. Дзетумен, Дзетэл. Да, Дзетэл целитный глагол, смотрите, ищите на ЕЛО. Дзетэл. Он просто словарь несколько раз перенаправляет. Искать, разыскивать. Да, именно. Мы же долго ищем добрых жен. Хороших жен. Никто ведь не хочет производить детей от плохих жен. Ну да. Плохой жены в единственном числе. Гюне, гюнайкоз. Да, это единственное число. Третье склонение. Так. Юлия. Больше никто к нам не пришел. Туда Юлия дальше. Эпэйта. Эпэйта. Эпэйта де Текнопоюмитха. Затем. Мы производим детей. Ну, эпэйта, ну да. Я думаю, что можно так перевести, что, ну так вот, мы производим детей, как бы подытоживаю. Я не знаю, честно говоря, точно, да. Потом или таким образом, вот мы производим детей. Тем не менее, мы детей производим, да. Всё-таки, да. Ещё одно, да, можно? Да. Угу. 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 большие опасности претерпевает девятое значение ехо с приставкой девятое значение подвергает испытывает получает подвергается большим опасностям и как бы ее жизни для жизни для ее жизни в отношении собственной жизни спасибо так анастасия так это видимо так тоже дальше да это может быть и так как а может быть после того как после того как рождает гюнэн тоже женщина аудемия как никакая посмотрите на слову деми она из двух частей состоит это мия мия это одна ауде это отрицание буквально ни одна никакая получается ни одна женщина не оставляет себе ребенка своего аудес это атрибутивные позиции это посессивус атрибутивные позиции собственного ее ребенка то есть собственно своего ребенка не оставляет своего ребенка но кормит долгое время и и вечером и ночью всегда понео это страдать мучиться работать трудится и никогда не избегает проблем плохо ну как это труда 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 да да ну то есть у нее нет выходных в общем-то да когда она воспитывает ребенка только гэмерс на днем это не вечером это днем а вечером было бы гэсперас гэсперас но это неважно так спасибо так что дальше тогда вячеслав аллаху лакис не пейте тэк на еба кайми раки а кайняния и гигнетай уте топа три уте теме три уте ауло после того как ребенок часто после того как ребенок слитный глагол смотрите пишу мы их вот старший группа мы сейчас проходим как раз вы будете проходить через какое-то время глагол который заканчивается либо на ау смотрите на ау либо на если глагол есть на эу по еу например или на оу нау два варианта здесь на ау гэбау они сливаются и поэтому вы видите здесь вот именно такую форму не гэбай а гэба ты это третье лицо единственного числа гэбау это срослеть посмотрел после того как дети дрослеют и появляются это дуплекс в глаголом гигнум и становится тем и отроками и юношами становится не слушаются не отцу не матери и кому-либо другому русском другое управление нет я имею в русском вроде слушаться кого до слушаются да и просто дать и сказал никто ведь никого не слушаться да смотри упаку это синоним просто ведь слово что такое упаку это акуа глагол слушаться слышать извините слышать с приставкой упаку означает примерно то же самое повиноваться только управлять генетивом здесь уже генетив у дэнос это генетив никого никому не повинуется да так дальше эдуард эй гар ропатэ рэх аутусти келэвэй у дэнпоэйн этэлусин так ведь если отец что-то приказывает им да они ну то есть ничего не хотят делать верно еще одну подозревать у дэдзеус гилеус эстик кай эмой кайсои у дикайополи у дэйсгартон геметерон юйон гутопуэй алакалойте кай агатхой эйси пантес о всемилостивый зевс и моему а видим мой да и мои в отношении к кому он всемилостивый зевс и лео а и мне и тебе получается и мне и тебе дикайополи о дикайополис ведь вот так ничего ведь наш ведь нашим детям ничего не слышно а нет здесь нет инфинитива ведь нашим детям тут и генитив хуто у дэйс это номинатив никто а никто из наших детей да наших сыновей ой да да сыновей никто из наших сыновей получается ну так делает да получается а мы по-русски добавляем еще одно не по-гречески оно не оно в нем нет необходимости да никто из наших сыновей так не себя не ведет так не поступает так себя не ведет так не поступает но но и красивые и хорошие они все есть да все они хорошие красивые так спасибо Евгений полюн хронен и часто же полимарх и Филиппу что-то ну с Филиппом разговаривают и сильно радуются да да точно именно так так или а Мирина и Мелита молчат ведь всем женщинам молчание несет украшение украшает всех женщин молчание из наших старорежимных учебников эта фраза будет знаете она сюда и попала это из Еврипида это все не Еврипид вы можете еще прочитать одно предложение давайте посмотрим это где Кайополис говорит теперь пришло время нам к Агоре и к Акрополю отправляться да ну давайте дочитайте хайре хайре уфилы полимархи эйс аутхис эйс аутхис эйс аутхис прощай да дорогой полимарх да эйс аутхис забыл эйс аутхис это снова эйс аутхис получается видимо до следующего до скорого да можно так сказать до свидания ну да прощаться в общем да так тут что-то что они тут пишут по-итальянски они описывают кстати очень красиво сделано я даже не знал что здесь это есть я сам когда-то набивал это парадигмы причастий кстати которые мы сейчас проходим между прочим медиапассивных да от глагола льо льо минус льо минун да видите причастия медиапассивные они склоняются по второму склонению слово смотрите я думаю что вы его учите да анер андрос андре андрос андре 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 у них другой другой порядок да патер патрос патри патера да мэтэ все что нужно у них есть смотрите все это вы должны тоже учить что тут еще пас пас и пан да тоже надо учить а числительные смотрите да ничего еще а ну эти да так ладно ну давайте попереводим давайте анастасия две фразы можете перевести потому что для начала да это хайгюнайкес хайгюнайкес паунтай эргадзоменей так жены ну это какое-то причастие да паунтай смотрите это предикативные причастия я так подозреваю здесь пауэт останавливаться пауэт пауэт останавливать а эргадзоменэээгазы скаэта работать то есть они останавливают ну нет и как бы перестают работать да они перестают работать да угу ладно так и следующая Я бы сказал так, первое даже, они работают с установкой, с установками, да, но потом обсудим еще как предикативный перевод, да, так и второе, значит, хоэмээргадзомины, да. А мужи не работают, ну, как бы мээ тут же, это не, да. Смотри, атрибутивные позиции эргадзомины, да, я бы привел так, что бездействующие какие-то, да, прилагательные модели, да. Так, бездействующие мужи богам не друзья. Да, богам не друзья. Так. То есть, первое, я думал так, что они работают, но с перерывами. Они делают перерывы, когда работают в работе, делают перерывы в работе, да. Так, третье, Вячеслав Булуменов. Мы движемся в город, и здесь конъюнкт, и думаю, что можно обстоятельством, времени перевести, когда, нет, причины, да, потому что хотим посмотреть праздник. Да, хорошо, да, через предаточный, да. Мы, да, поскольку мы хотим, отлично, да, поскольку мы хотим праздник посмотреть, поэтому мы в город-то идем, да. Да, Евгений. Арго, арго, аргорате, туз пайдастай, скалайс, партенойс, эпо-менус. Эпо-менус. Так. а это вопрос неужели так ведь видите видите ли да да разве не видите видите ли вы детей и прекрасных дев да как они возвращаются давайте уточним немножко я помню что означает конце глагол по моему следовать вот след след следующих так сейчас она получается дети следуют за значит девами да все правильно теперь давать еще более сложный вопрос может кто-то вспомнит какая-то вообще в принципе конструкция здесь на что она похожа как она вообще-то называл аку 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 зативный такой оборот аку затив партицип партиципе был у нас да не кузатинскому инфинитива а именно комп артикипио видите тут написано не гэпэст хай а гэпо-менос партикипио вместо инфинитива а почему почему именно так правильно правильно потому что здесь глагол вербум сенте и и как они там еще называются да глагол чувственного восприятия не просто кто-то думает или что-то там да говорит а он видит глазами либо слышит ушами да урау да вот если там был глагол легите то был бы гэпэст хай наверно вы утверждаете что дети следуют за за девушками красивые а тут именно горау так вячеслав отлично что помните да идем дальше юлия пожалуйста очень напуганные девушки так быстро спешат домой да хоть и гостахиста как же вот так же как в латыни ут с суперлативом да то же самое да как можно быстрее как можно домой а почему они бегут поскольку напуганы поскольку девушки очень напуганы да потому что очень напуганы да так анастасия слышишь ли ты как в доме женщины друг с другом разговаривают наверное не слышишь ли да то же самое ведь глагол акуа это же акузатив скомпортикипе да не диалекист хай а причастие делегомину друг с другом в доме разговаривают прочитайте громко и переведите так михаил извините а вот прошло предложение там акузатив где был а нигде не абсолютус вообще генитивус там был там был генитивус кумпортикипе знаете почему потому что после глагола акуа а мы об этом говорили кстати когда проходили потому что после глагола акуа зачастую все таки используется генитив а не акузатив вообще после глаголов таких до окраумой клё внимаю да акуа после них используется акузатив аку и так далее так давайте кто следующий у нас тут кто первый считает кто последний конечно не после анастасии у меня в итоге пропустили прошел раз когда сейчас читать вячеслав а потом евгений два раза то что не евгений эдуард читать первое у земледельца с одной стороны два сына говорить у земледельца есть два сына и одна дочь да а дочь одна всего да так эдуард давайте два так мать приносит дочери не приносит дочери получается питание что ли у него почему туда никому почему-то я не понимаю почему давайте дальше посмотрим так дочь говорит панта все что ли да на третий день или отец зовет мать и детей да пожалуйста дальше юлия тематри трес пай пай дэссой эссин фэссин диати дуойнмен ситон парэхэйс миа дэ у дэн говорит матери у тебя три трое детей почему двоим приносишь еду а одной нет анастасия да и дэссэ ситон парэхэйм дожина тебе ищу всем приносить правильно я число ээ дэгээ нейтон три пэйт хитай кай сит он паси той спай си парэхэйм а жена подчиняется мужу и еду а всем детям приносит и дочери Дочери мать, убеждающие мать, будет отца и убеждают его пойти в Афине. Так, убеждающий. Ну да. Будет отца, да, и убеждают его пойти в Афину. То есть они убеждают мать, потом, получается, и будет отца, и убеждают его пойти в Афину. Так, дальше Евгений. Так. Отец оставляет детей дома и ведет... Ну, Хегео Май, да, идти впереди, предшествует, в общем, ведет дочерей в Афину. А когда мы говорим, что кто-то кого-то ведет, мы ставим датим. Дочерей ведет в Афину, да. Так, Юлия. Дорога велика и трудна. Ну, на второй день они прибывают туда. Туда, да. Экей, сэ. Экей это там, а экей, сэ, с этой местной наставкой, да, или с субфиксом, да, это туда. Да, правильно, но и все знают, да. Анастасия. Следующая. Полус антропус гороси пантамусе спеудантас. Так. Ну, гороси от горао, да, как бы видят. Да, горао. Видят многих людей, видимо, торопящихся, да. Которые спешат, торопятся. Торопятся, ну, как бы, по всему, ну, как. Вот так. Бегут даже, наверное, спеудут. Бегут во все стороны, в разные стороны, да. Можешь сказать, спеудут бегут. Спешат в разные стороны, да. Тоже оплатил скомпортекипе, да. Вячеслав. После, когда же оказываются на площади, долгое время остаются много смотря. Все, все разглядывая, поскольку они все разглядываются, они там все, они остаются там на дом. Содерживаются, да. Ну, Эдуард. Получается, на второй день они прибывают на Агару, ну, в Агуру, да. А на третий день они взбираются, ну, взбираются, да, поднимаются на Акрополь. Евгений, пожалуйста. Девять дней остаются в Афинах и на десятый домой, ну, видимо, возвращаются. Сейчас выдвигаются. Ну, тоже бегут, идут там, стремятся, да. Так, Юлия, последняя. Значит, в течение четырех дней они совершают путь, медленно идя, двигаясь, на пятый день прибывают домой. На пятый день прибывают домой. Так, что тут за история, да? Про Иола. Так, Анастасия, ну, давайте название и первое предложение. Да, Одиссеус, Кай, Хо, Айлокс, Айолокс. Айолокс. Айолос. Айолос. Тут ударение вот такое. Айолос. Айолос. Это эол, это который ветрами заведует, да? Угу, получается, Одиссеус и Эол. Эол, да. Эпэйдеэк мантру ту куклопос экфеугумен эпанерхомтха та хеос простус гетайрус. А после того, да, как так, 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 что-то с циклопом связано. к циклопу, да? Из, смотри, эк из антру. Что такое антру? Наверное, это какая-нибудь пещера, что-то такое. Пещера циклопа, правильно, из пещеры, да. Эк феугумен, не просто феугумен, эк феугумен. Сбежали, получается. Избежали. Мы, да, мы избегаем. Мы избегаем, да. После того, как из пещеры циклопа мы избегаем. Эпанерхомтха тоже первое лицо, тоже мы, да, только медиальный глагол. Ну, смотри, положительно. Эпанерхомэ. Возвращаемся. Да, это значит. Да, да. Получается, мы возвращаемся быстро, да? Что-то такое. Быстро. Гом к аэрусу. Аэто, аэто, не помню, что такое. Товарищ, к товарищам, к друзьям. К товарищам. Быстро, да, быстро. Возвращаемся к своим товарищам, да. Просто тус, пытаюсь. Так, Вячеслав. Гойде, эпэй, гэмас, хоросин, хайросин. Они же, как нас видят, радуются. Или приветствуют. они радуются. Да, они после того, как нас видят, радуются. Или так, как нас видят, они радуются. Гэпэй может стать и после, и так, когда. Так. А вы не проходили, Вячеслав, исследованные глаголы? Где-нибудь еще? Нет, еще нет. Ну, я знаю примерно, как они работают. Ага, вот можете нам сказать, можете догадаться, как будет императив. смотри. Гора, вот и смотри. Я смотрю, да, горо? Как сказать, смотри. Ну, в императиве гора, может быть. Гора. Гора. А, там же переносится дрейн, да? Да. Смотри, это будет так. Гора. То есть, то же самое, что в блэпе. Гора, блэпе, смотри, гляди. Так, дальше. Кто у нас? Эдуард. Так, Теде Хюстерайя Келло Аутус Эйстен Наун Аутхис Эйст Байнейн. Получается, на следующий день я приказываю им подняться назад на корабль. Снова, да, снова на корабль подняться, взойти, да? Да. Да. А они, скажите, а они не слушаются? Ага, так, так, слушаться, пейтхо, слушаться. А два варианта есть, помните? Давайте посмотрим, где у нас были два варианта. Не на этой странице, да? А, да, было. Либо Хюпакуа, либо пейтхо. А, пейтхо, да, да, вот. Они, да, не слушаются. Можно пейтхо? У пейтхо, получается, да? Можно и так, да. У пейтхо, у пейтхо, не слушаются. Меня, давайте, меня не слушаются. Ага, не слушаются. Эм, 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 по-моему, да? Нет, можно мой просто, эмой там, да. Да, эмой у пейтхо, он та или эмой у ук, ух, да, получается, там же густой придыхание, с густым ух будет, да, ух, хюпакусин. Хюпакусин, генитив, му, теперь му, да, уже. А, да, с генитивом, все, вижу. Можно было добавить, наверное, гой дэ, да, гой дэ, то есть, в смысле, ну, просто гой, можно было просто гой написать, кстати. Гой, ух, юпакусин, му, там, да. Так, можно было слово гетаро, гетарои добавить, да? Да, можно было, мне кажется, не добавлять. Так, я потерял текст. визит, да. А, остался последний? Евгений, последнее предложение, маленькое, вот в этом тексте, вверхном. оно не последнее, он дальше продолжается, после двух этих вопросов. Ага. мы добавим, да? На тексте, тут должно быть тонкое придыхание и облеченное ударение, да? Таким образом, мы уплываем. Кстати, если кто-то собирается читать геродота, он должен знать, что вот это ун, у геродота написано вот так вот, не ун, а он. Смотрите, ионизм такой, То же самое, только вместо вот этого у, и давайте лучше смотрим это, да? Он. А, кстати, у Гомера, помните, как гутус может быть написан? Ну, не то, чтобы гутус может быть написан, а какой синоним есть гутус? Гус. Да, гус, только не такой гус, как мы привыкли, вот такой, да, который гутус, а вот такой еще с ударением, да? Гус, да. Так, просто так. Таким образом, так. Так, давайте еще одно Евгению, да? Ой, извините, да, Евгений, да, Я либо. Долюгу де эйснэсэн айолиан афикну мета. Афикну мета? афикну мета. Ну, вскоре, через короткое время, прибываем к острову Эола. Да, получается, что и алиэн, это прилагательное. Хотя, знаете, есть такой генитив, в стихах встречается, как раз в лесбоском диалекте, по-моему, который выглядит именно так, ан. То есть, это мог быть генитив такой, вместо он. Но это вы, в этом учебнике, конечно, такого не увидите. Сейчас. Идем дальше. Кто дальше? Юлия? Там живет эол, царь ветров. А как будет, как сказать, я вижу эола, царь ветров? хоро? Да, допустим. Айолон? Как будет царь? Анастасия. Анастасия. ходе дома годы хомас а ой ой годы хомас эуменос де хоменос полюн хронон дзенитзей так нас де хоменос каких-то не каких-то а как эуменос это наречие да ведь они гасима в конце эуменос это наречие отвечать на вопрос как эуменос вообще да ну мы нос это в частности помнишь по-моему это слово а там менен да там другое я даже не думаю что это тоже самый корень извините я вас сбиваю благосклонно благожелательно милостиво заниматься да благосклонно как то да то есть и нас он принимают в гостях гость милостиво принимают в гостях долгое время воде хоменос это видимо глагол дэхомы от него причастие принимать я дэзначение дэхомы посмотрите до риску пятое оказывать радушный прием давать приют то есть долгое время принимают в гостях смотрите я думаю что дэхоменос относится наверное все таки к эуменос могу понять ну кто-то да тут нет подлежащего кто-то принимает в гостях нас милостиво и нас радушно приняв гости нас нас радушно встретив нас нас радушно встретив нас радушно получив буквально да он нас в течение большого времени он нас милостиво ну придумайте синоним какой-нибудь продушно хочется сказать угощает 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 давайте все вместе еще разок он нас прибывший в гости не знаю милостиво долгое время принимает ну перфразировали смотрите дэхоменос после того можно после того как он нас радушно встретил он в течение многого времени нас в гостях как-то примечает скажите пожалуйста какой инфинитив у вот этого эти ну дэхоменос немец дэхом н Hi эта обзор с сейчас долго-долго но как-то принимает не могу придумать синоним тоже да главное что до хоминус относится к минус аксинидзе и уже это другая часть полин хром можно даже привести такую линию здесь наверное такую так хорошо дальше вячеслав и пейдэ эго келеву аутон гемас апупэмпэйм рэхэймэ асконтина эйс гон пантастос анемос ката дэй плэнэнос зэшуру прау затем же я видимо приказываю ему нас как-то отправить приказывать отправить да как-то приказывать прошу его нас отправить наверное после того как я прошу его нас отправить он передает мне в это сосуд некоторый аскос аскон да это по моему до мешок вроде там был да действительно бурдюк некоторые некоторые бурдюк из которого все ветра который в которой все метра все ветра тут тут смотри только тогда это не тот дэй который должен необходим а тут дэй который связывать только еще с приставкой кота дэй он их туда завязал как бы за запустил можно закрыл да вот по-моему папа итальянски они переводят переводить к т.д. туда запер вот закрыл туда их заключены включил спасибо плэн гэнос мать и плэн гэнос плэн помните такой предлог кроме исключение одного зефира до какого зефира праву прауз нежного нежного зефира я обычно привожу пример что у платона в государстве собаки они как раз прауз собака она она прауз по отношению к своему хозяину она кроткая хозяину но сердитое по отношению к чужим по-моему там есть такое место на прауз это кроткий нежный то есть он всех все ветра туда заключил кроме одного кроме нежного зефира так всем все понятно надо что-то пояснить давайте дальше пойдем еще есть сейчас я только отойду на полминутки буквально дальше читает эдуард его предложение 2 читает евгений сейчас я вернусь вот и надо так пожалуйста на 10 мы видим родную землю да именно так дальше ему сколько гость и здесь Здесь остановиться? Ну да, давайте налегу сюда. Там, ну или тогда я засыпаю, ложусь спать и товарищи после того, как видят, что я уснул, так говорят, что там в этом самом... Да, эстин-эн, есть в, то есть, да, да, что находится в нем, да? Давайте дальше что-нибудь другое, да? Юлия, пожалуйста. Наверное, много золота там находится и много серебра. Да, но здесь, наверное, это просто такое побудительное слово. Ну давайте же, давайте. Развязывайте, как мы перевели, бурдюк, да? Ну да, да. И золото, ну, ловите, в плане сбирайте, что-то такое, наверное. Ну, хватайте. Гайреу – это хватать. Хватайте. Хватайте золота, да. Напоминаю, гайреу – это хватать в активном, а в медиальном гайре о май – это выбирать, избирать. Да, отсюда, конечно же, слово ересь происходит, да, в глаголах. Смотрите, можно от этого глагола образовать существительное женского рода. Гайресис, третье русское, не гайресис. Это будет как раз ересь. Гайресис – это выбор. Когда вы выбираете какое-то направление и становитесь еретиком. Так, дальше у нас Вячеслав. Давайте, длинное предложение. Гайресис, третье русское, не гайресис. Развязывают мешок. Сразу же все ветра. Эк-пет-ун-тай. Видимо, выбираются. Пэт-ума – это летать. А эк-пэт-ума, я думаю, я с вареньей смотрел. А, смотри, по-итальянски написано. Улетают проще, да? Вылетают. Вылетают все ветра. И какой-то страшный ураган. Да. Совершают. Да, да, делают. Создают. Создают. И корабль от родной земли, от земли родины. Да. Видимо, отворачивают как-то. Отгоняют. Элауна – это гнать, а пэлауна. Прогонять. Отгонять, да, буквально. Все правильно, дальше. Эдуард. Еще одно, доколуна. Ага. Ат хюмо, а тхюмо, ун кай буломай рибтен эмаутон эистен тхалатан. И я проснулся, или меня разбудили, что ли? Я просыпаюсь. Нет, я просыпаюсь. Я просыпаюсь и узнаю, что произошло. Что происходит, да. Что происходит от хюмо. Ну, это что-то в отчаянии, что ли. Отчаянный. Да, это, наверное, причастие, что ли, да. Или прилагательное. Почему? Это первое лицо. Первое лицо, да. Это просто зрительный глагол от хюмео. Да, я отчаиваюсь и хочу броситься в море. Да. Да, да. Так, спасибо. Евгений. Товарищи меня спасают. И таким образом ветра нас обратно выносят к острову Эола. Да, верно. О, смотрите, как они здорово собрали разные наречные выражения, да. Алутхи. А что такое Алутхи? Алутхи-то в другом месте, да. Алус-то в другое место. А, они собрали по направлению, да. Экэй – это там, а Экэй – это туда. Ой-ка – это дома, ой-ка – это домой и так далее. Отличная табличка. Так, что тут у них? Ну, что написано про реформу салона, да. Ну, давайте дальше пойдем. Юлия, пожалуйста, прочитайте сначала то, что вверху здесь написано. Давайте так. Урау – это слитный глагол. Третье лицо множественное число. Третье множественное. Они видят изображение Афины. Да. Это причастие «усос»? Это нет? От «быть»? Нет. «Усос» – это причастие от глагола «быть» женского рода. Потому что глагол «горау». А, нет, они потому что глагол «горау». Нет, это же не глагол «акуо», это глагол «рау». Это изображение чьё? Афины, которая… «Эноплиум» – это военный вооруженный, а Афины вооруженной, да? По-моему, в пушкинском стоит, да, копия вот этой штуки? То, что справа, да? То есть она в оружии. «Гоплан» – это оружие, «эн» – это приставка, да? Во все оружие. Вооруженный, можно сказать. Просто вооруженный. Вооруженный. И нику несёт в, это получается, в правой руке, да. В правой руке. Да, вот эту нику, да. Вот и нику, кстати, нарисован. Так, 100. 100 – это колоннада, да? 100. Так, ну, хорошо, давайте пойдём дальше, Анастасия. Да, так. «Панегирис». «Панегирис». Это всенародное праздничество? Да. «Хуто сун поре оменой, а фунтай эйстен агоран». Так, это таким образом, да, по-моему, УТУС? Таким образом, да. Так, идущие. Да, вот таким образом гуляющие, идущие. Они на площадь, как бы идут туда, на площадь, прибывают. Так, дальше? Ну, ты хотите ещё одно давать? Да, обратите внимание на слова «тусутус» и «госте». Они, как бы, смысловым образом связаны, да? «Тусутус» – «госте молис». Получается, после «тусутус» – это… «Экей» – это не «пэй», «экей» – это там. Ага, всё, поняла. «Тусутус» – это причастие? Нет, смотрите, «гомелос» – «толпа» – «такая», там такая толпа. Не просто толпа, а такая толпа. «Этусутус» – это такая, да? А такая вот толпа, настолько там такая большая, видимо, толпа. Там такая толпа есть. Что, хвосты, настолько она такая, что даже едва-едва, молис? Что едва-едва мы, видимо, пройти, да, что-то такое. Не мы, а они. Да, едва мы продвигаемся, да? То есть не мы продвигаемся, а они продвигаются. Едва они продвигаются, как Рополь. Да, такая толпа, как в Увре, да, перед Монолизой, да, условно говоря. Такая толпа, что едва-едва, молис, с трудом, да? Продвигаются к Акрополю. У молис есть синоним, который пишется почти точно так же – «могис». По-моему, молис чаще используется, а «могис» реже, кажется. «Могис», «молис». То же самое. С трудом, с трудом, едва. Как это по-латински будет «с трудом, едва»? Я не учу его. «Пайне». «Пайне», да? А еще? «Пайне», наверное, почти. «Пайне» – это да. Да, это очень другое. «Викс». «Викс», «Викс», да, вроде подходит. «Викс», а еще на букву «А», если честно говоря, думаю про другое слово. «Айгры», да, еще есть слово. «Айгры», ну и «Викс», да. «Едва» с трудом, с большим трудом, да? Так, хорошо. Дальше у нас Вячеслав до конца взялся, да, получается? Да. «До, здео, тодика, ехо полиди, епоменной, еис стоантина фикнутой, кай катхиздоменой тхеунтай тус антропус, спеудантас, кай болонтас, кай тхорибун воюнтас». Да. Затем же… Наконец, в конце концов, тэрус. Наконец же, следующие, видимо, за Дикойополисом появляются… Да. Да, это они именно. Затем же они, следующие за Дикойополисом появляются… «Эйс стоантина». Это в… Они приходят, глагол «офикнеума» – это глагол движения. «офикнутой». Да, они появляются в колонне, у колонн. Они идут в стою, да? Нигде, а куда. Они отправляются в стою, приходят в стою. «Стоя» – это вот колонна, да? Колонна, да, да. Это глагол «этистами», собственно, да. Там, где стоят вот эти стеллы. Не стеллы, а вот эти… Как называться? То, что нарисовано вообще. Колонны, собственно, да? Да. Так, они там появляются. Они прибывают, приходят. Прибывают к колоннам. И стоя, смотрят на людей, которые торопятся и кричат, и делают шум. Да, только не стоя, а сидя, например. Например, наоборот, сидя. Ой, да, 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 сидя. Они сидя, смотрят на людей. После глагола «этистами» тоже аккузативский партикипио. Тоже партикипио, да? Потому что глагол «лицезрение», да, сказать. «этистами» – зреть. Глазами тоже, да? Смотрят на людей, которые… Смотрят на то, как люди спешат, кричат и издают звуки. Звук. Шум издают, да. Что это такое? Да, это колбасник, получается, да. Кто дальше? Эдуард. Гедемала пейносин гойпайдес. Пейносин. Пейнау. Глокол «пейнау» – испытывать голод. Дипсаву. Дипсаву, испытывать жажду, дипсаву. Пейнау – испытывать голод. Вот уже дети сильно испытывают голод. Дальше читать, да? Да, еще одно. Годэфилиппо с Алланто полэн гора диэту гомину от Хидзомэнон кайта он не бонда. Вот Филипп видит вот этого колбасника через, получается, толпу, что ли, да? Через толпу видит колбасника. От Хидзомэнон, сейчас все. Это про колбасник, да? Ну, наверное, что ли, да. От Хидзомэн – это толкать друг друга. От Хидзомэн. Посмотрите, в дворецком От Хидзомэн отложительный глагол «толкать». Толкаться. Знаете, есть такой глагол «отхэо» – толкать. А от Хидзомэн – это толкаться. Толкающегося через диэту гомилу. Толкающегося и товары бонда. Рекламируют их, что ли? Расхвалил, наверное, да. Рекламирующего, получается, да. Кричащего про товары буквально. Ну, правильно, да, я глагол по этому? Кричать бонда. Да, бонда – кричать, да, бонда. Да, наверное, расхваливающего. Как они это перевели? Никак они не перевели, но надо догадаться в этот момент, да? Так, дальше Евгений. Можно я дочитаю эту саму прямую речь? Да, хочу читать. Так, значит, тогда, ну, этот самый, Филипп зовет отца и говорит, дорогой папа, вот этот самый, вот идет колбасник. Правильно? Вот, да, колбасник подходит, да. Так, дальше Юлия. Так, он, я не доперевел сейчас. Онэстай – это… Онэо май, да? Да, смотрите, слово «товариха» – это глагольное слово. Онэо мы покупать, да. Да, не хочешь ли купить еды? Да. Сильно проголодались. Да, сильно проголодались. Да, мы проголодались, да. Мы сильно хотим, да? Да, правильно, правильно. Юлия, дальше. До конца абзаца. Хоун Дикаиополис тон алантополен калей кайситон анейтай. Удос он энтестоа патхиджантай, алантас ист хиунтес, кай ойнон пинантес. Вот Дикаиополис, колбасника зовет и покупает еду. Да. Он хутос. Это не он, это таким образом. Таким образом. Вот таким образом в колоннаде они сидят. Едят колбасы и пьют вино. А, ну, то есть едящие, это причастие, да? Смотрите, вот это можно перевести так. Можно кайситон это перевести на речи. Сидя. Они сидя, едят то-то и пьют то-то. Сидя в колоннаде, едят колбасы и пьют вино. Да, 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 да. Так, Митислав, пожалуйста. Кажется, Анастасия сейчас. Ой, извините, я сбился, извините, пожалуйста. Анастасия, конечно, да. После трапезы дикайополис говорит, пойдемте, или не хотите на акрополь подняться и посмотреть на священное что-то, на всякие священные штуки. Иеран. Да, Иеран. Иерос это... А там справа Иеран нарисован, ну, этот самый храм нарисован и написан, то и Иеран. А, то есть на храм посмотреть. Да. Да. Ну, это, конечно, может быть, и что-то другое, да. Может быть, храмы, да. Получается, на храмы, наверное, просто на храмы посмотреть, да. Здесь в данном случае. Так, дальше, Вячеслав. Дедушка же очень устал и не хочет подниматься. Другие же оставляют его в стое, аутон катхиздоминон, оставляют его сидящего в стое и через толпу, и пробираясь через толпу, на акрополь взбираются. Ну, да, правильно, да, на акрополь, вверх взбирается она. Так, Эдуард, давайте одно предложение. Эпиде, эс, акрантен, акрополин, афикнутай, кайта пропиулая диаперосин. Тот, эс, партену, герон, оросин, энантион, кайта стес, ад хеннас, эйкона. Так, затем они, получается, подходят к холму Акрополя и проходят пропилеи. Да, и видят, видят храм Парфенона, энантион, это прямо что-то лицом к лицу, что ли, да, напротив. Энантион, да, напротив, да. Вот он и на анантиононоке и герон находится, да? Я думаю, что они смотрят, прямо глядя... Вплотную, вплотную, короче, да? Можно сказать вплотную, наверное, да. И вплотную смотрят на храм Парфенона и на, получается, изображение я, изображение, да, Афины. Мегистхэн, всемогущего, всемогущего... Который является большим, огромным. Являющийся большим. Так... Коупра, Афина. Не сама Афина, как бы изображение Афины, которое огромное, которое можно, смотрите, тут можно предаточно использовать, чтобы красиво получилось. Которое огромное... Которое огромное и вооруженное, ну, да, и вооруженное, и... Несет, да. Да, и в правой, получается, руке несущее дору, это вот получается... Дорю, дорю. Дорю – это копье. Ай, да, точно, елки-палки, копье, забыл. Ну, да, слово третьего склонения – дорю, да? Дорю – доратус. Дорю, напоминаю, дорю – доратус. Генетип. Так. И давайте последний на сегодня. Улюн. 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 Хронун. Исюхадзусин, гой пайдес, тэн, тэон, тэвоменой. Тэлэз, де, гой дикайополис, агитэфэссин, ару булэзте, то гейрон тэастай. Кай хегейтай, ау тоис поро. В общем, долгое время отдыхают, долгое время дети отдыхают, рассматривая богиню. Наконец же Дикайополис говорит, пойдем, разве не хотите, значит, ну, святилище посмотреть. Да, и последний, опять уже, да, кай хегейтай. Так, это, это я почти про кай хегейтай, ау тоис поро, вот, но я не очень понимаю, поро, это написано, что это противоположное к опистан. Но я не помню, что такое опистан, сейчас. Опистан, это сзади. Назад, назад. А поро спереди. А поро дальше, вперед, как бы вперед. И ведет их вперед, да? И ведет их вперед, да. Все, давайте отдохнем 10 минут и будем читать, я потом скажу, что. Спасибо большое всем. До свидания. До свидания. До свидания.